Просто ужас. Так, отвлечёмся немножко, сейчас я выложу, пошуршу. Выложу товарчики. Постараюсь не кашлять. Итак, собственно, я пошла в... Так, сейчас я чуть переделаю свет, потому что... Так, поскольку мы были с вами на третьем этаже в Леруа, и я затащила её в Леонардо, потому что мне нужно было там тоже кое-что посмотреть себе и в подарок. Вот, и, собственно, я взяла вот такую... Так, набор вот такой бумаги для скрапа. Ну, я этим не занимаюсь, это в подарок. То есть, я думаю, что вы понимаете. Объяснять каждый раз не надо, что я скрапбукингом не занимаюсь, поэтому всё, что у меня валяется по скрапу, я это всё буду кому-то отдавать, дарить. В общем, тут маленькие листочки, 50 штук, 15,2 на 15,2 сантиметра. Вот, вот такие расцветки. Вот, и вот. Ну, этот мне понравился больше всего, он такой какой-то классический, элегантный. Вот, в общем, я думаю, что подарок понравится. А вот, затем, вот так, чтобы фон не слишком... Взяла вот такие вот два... Ну, сейчас Новый год грядёт. Я взяла вот такие вот, я не знаю, что это, братцы, как это называется. Короче, мне просто понравились они. И вот мне показалось, что будет интересен, кстати, вот этот камешек, розовый как будто камешек. То есть он, сейчас покажу, вот видите, выпуклый тут, как гранёный такой камешек. В общем, у меня просто такие ассоциации были. Во-первых, скоро зима, Новый год. А во-вторых, человечек, который нам буду это всё дарить, она говорила, что у неё нету эмалевых таких вот каких-то братцев. Ну, я не очень тоже в этом вообще никак, можно сказать, не разбираюсь. Поэтому я просто взяла то, что мне понравилось. Вот, и, собственно, вот такой наборчик. Вот там, если видно, вот тут какие-то снежинки изображены. Вот, и в голубом тоже какие-то снежинки. В общем, довольно симпатичный наборчик. И второй вот такой вот. Здесь две такие мордашки. Интересно, я не знаю, что это такое. Это вроде как тоже какие-то братцы. Братцы-кролики. Не вижу. Там вот какое-то крепление просвечивает внутри. И, короче, я не знаю, что это такое, как оно крепится. И распаковывать я не хочу, поскольку это в подарок. Вот, в общем, такие варежечки. Там были разных цветов. Там были пастельные варежки и вот контрастные. И картинки тоже были разные. Пастельные картинки. Там две мордашки. А вот здесь вот снегири и какая-то милая девчушка. Такая в шапочке лисёнка. Вот, в общем, такой наборчик. Потом ещё взяла вот такой наборчик. Он тоже зимний. Здесь тоже попались два снегиря. Девочка в наушниках. И тоже лисёнок, только в квадратной рамочке. Вот, в общем, надеюсь, что видно. Вот тут такие, значит, как это... Боярышник, не знаю. Клеточка. Снегирь. Снежинка. Просто красненькая, с какими-то мелкими ягодками. Ещё один боярышник на голубом фоне. Снежинка и сердечко. И вот такие маленькие цветные. Они эмалевые, что, собственно, я как бы и хотела. Вот, я надеюсь, что понравится. Понравится. Вот, потом я ещё присмотрела вот такие вот интересные тканевые. Там тоже были разных цветов, абсолютно разных. Там и пастельные тоже тона. То есть, такие какой-то бежевые, с коричневыми точками наоборот. Там кофейный тоже наоборот, со светлыми точками. О, с тёмными точками. И здесь тоже с тёмными точками. Вот, были вообще контрастные. То есть, вот такой коричневый, потом розовый, с тёмными точками. И красный, с какими-то светлыми точками. В общем, там на все вкусы и цветы, вот, в общем, получился вот такой вот тоже набор. Они выглядят как такие пуговки, что ли. То есть, они мягенькие, и это тканевое покрытие. Вот, тоже, надеюсь, что понравится. Потом взяла, это правда для мыла, но я лично, у меня есть точно такие же. Я их использую для бумаги. То есть, ничего не вижу в этом стрёмного. У меня всё отлично отпечатывается. Вот, кстати, к ним хотела взять штампельную подушечку. Чёрную, но её не было. И себе хотела взять коричневую, но тоже её не было. Были только жёлтые. Охрена кому-то жёлтые подушечки. В общем, здесь написано, ручная работа шрифтом печатным, а здесь как будто от руки написано. Вот. Взяла два таких, они где-то по 50 с чем-то рублей. Ну, я вам чек в конце покажу. Вот, это тоже в подарок, потому что у меня такие уже есть. И я ими прекрасно пользуюсь. И совсем не на мыле. Тут написано для мыла, но я пользуюсь не для мыла, и у меня всё нормально отпечатывается. Вот, тоже в подарок. И ещё там были очень прикольные вот такие вот бумажки, таблички. Это тоже типа для скрапа. Я не знаю, для чего это можно использовать вообще. Сейчас. Шильдики. С вырубкой. Не знаю, что это такое. Для чего это вообще? Это не для моего понимания, потому что я этим не занимаюсь. Короче, я взяла, по-моему, пять штук. Вот. Голубой. Такой. Золотой фон. Серебряные буквы. Потом белый. Вот он уже отделился, рассыпался. Ну, там, кстати, все упаковки такие. Я искала цельную. Красный. И зелёненький. Вот. У меня была скидка в магазине. Ну, то есть, это карта. И мне на кассе ещё подарили вот такой журнал. Вот. Ну, журнал я пока не решила. Может быть, я себе оставлю. Потому что здесь не только скраббукинги, а там ещё много других интересных мастер-классов. Я подумаю. Может быть, я его тоже в подарок вложу, а может быть, нет. Не буду обнадёживать человека, если он будет смотреть это видео, чтобы, как бы, не думал, что я обещала ему журнал, а журнал не подарила. Поэтому просто я ещё не решила. Вот. И вот, собственно, какой у меня вышел чек. Сейчас он не влезает весь. Значит, вот. Кстати, вот, видите, тут есть промокод. Если записали его на интернет-покупку в магазине, вот, учтите, я вам продемонстрировала. Вот они, какие-то шильдики, штампы. А, ещё мама взяла ластик. Вот, я чуть не помню, куда я его взяла. Кахиноровский обычный ластик. Вот. Ну, и, в общем, такая сумма вышла. На самом деле, сумма вышла гораздо больше. Там, 1500, но была скидка 4%. Вот. Вот так. Такая покупка получилась. И это у меня всё пойдёт в подарок. Но я ещё буду докупать, как я уже говорила, я хочу себе присмотреть. И также в подарок штампельные подушечки. Вот. Поэтому, наверное, я поеду в Адеон. Пока не знаю. Как бы у нас был мышц энтузиастов. Но я сейчас не пойму, закрыли его или нет. Или придётся куда-то ещё пёхать, где вообще Адеон находится. Вот. И к Новому году буду собирать посылочку с подарком. Так что... Вот такой был у меня... Такие были у меня покупки. Вот они. Вот такие вот все классные, разноцветные. Блин, я ещё подумала в магазине, если бы я занималась скрапом, сколько бы у меня денег на всё это уходило. Потому что вот эти вот всякие братцы, они по 200, по 300 рублей. Я вообще не понимаю, за что такие деньги. Вот. И, в общем-то, слава Богу, что я не занимаюсь этим делом. У меня и так есть за что потратить деньги. Одна полимерная глина, извините меня, сколько стоит, от 150 и выше. И эпоксидная смола 500 рублей и выше. 500 рублей это самое минимум. Там, по-моему, 200 миллилитров. Так что вот так вот. У меня есть за что деньги тратить. Плюс я большая фанатка всяких материалов для творчества. Ну, то есть, я имею в виду инструментов. И как-нибудь я вам покажу их. У меня их очень-очень большая коллекция. Я просто ещё не всё разложила по местам. Как только у меня... Вы помните, в одном из видео я вам показывала, как одну из комнат я хочу преобразить в рабочую такую комнату. И там хочу всё оборудовать для творчества. И вот когда это всё случится, я всё разложу по коробочкам, по полочкам. Я вам обязательно покажу, какая у меня безумная коллекция просто всяких инструментов для творчества. Вот. А пока что пока. До следующих видео. Продолжение следует... Продолжение следует...